ну что друзья всем здравствуйте из кении мы здесь собрались в таком интересном месте вот мне если честно давно интересовал вопрос как изготавливается кирпичи по старинным технологиям и вот мы здесь стоим у огромной печи в которой сложено более 5 именно 5000 кирпичей как нам объяснил хозяин это то есть вот здесь вот поджигается огонь кирпичи складывается там особенным образом чтобы жар снизу от огня который горит поднимался вверх и там наверху они кладут солому когда вот эта вся вот огромная пирамида кирпичей она прогревается солома наверху загорается и это означает что жара она дошла до верх и кирпичи они готовы таким вот образом они проверяют вот как бы созревание процесс созревания кирпичей здесь практически уже вот эта вся огромная махина она прям горячая горячая и здесь уже кирпичи уже вот они уже буквально через день уже будут готовы изначально они делаются вот таких вот формах это форма в которой изготавливается они сзади меня находится большой котлован из которого добывалась земля и она здесь перемешивалась с большим количеством воды делалось формы они день просушивается просто на солнечке их накрывают обязательно соломой когда я просушиваю потому что палящее солнце она будет их они будут трескаться вот и чтобы они не трескались не портились их накрывают соломой а потом складывает уже в печку и мы получаем уже на исходе кирпичи по цене 10 шиллингов 10 американских центов за одну штуку вот такой вот бизнес вот здесь люди делают в этой местности где мы сейчас находимся в напунга и это конечно очень здорово дальше что они мне объясняли что они делают вот с этим огромным котлованом потому что я им говорил это же и практически испорченная земля вы забрали 500 долларов и земля у вас испорченная они говорят нет у нас земля не бывает испорченная мы мы долгое время копим различные ну как бы природный мусор то есть ветки солому и все 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 что есть здесь вокруг нас здесь огромная территория вот различных разбороз но таких вот вот продуктов отходов жизни бытия и они вот эти все органические отходы они кидают туда в яму и они говорят когда придет дождевой сезон и начнут идти дожди в течение практически двух лет это из яма заполнится черноземом потому что здесь все бы очень быстро перегнивает быстро все сушится быстро все сгнивает и янгер когда она все перегнет мы в этом месте будем садить бананы и в этом месте возможно посадить банановую небольшую рощу которая будет питаться от этого чернозема и естественно там скапливается вода внутри и все и таким вот образом она очень хорошо будет расти и это тоже вот способ как люди выживают потому что эти бананы естественно не кушать и они их могут и продавать то есть вот таким вот образом и все решаются вопросы чтобы как использовать эту землю и как извлечь из нее максимальную выгоду и прибыль но по крайней мере тем мерками которых они понимают как это возможно сделать